Ассаляму алейкум и рахматуллахива баракатух, дорогие зрители. С вами Анна Абушанаб и это передача для самой счастливой на свете. Дорогая женщина, посмотри на все то, что окружает тебя. Растения, животных, птиц, насекомых, рыб. Не замечаешь ли ты, что их жизни подчиняются неким тонким регулирующим фактором, который направляет ее? Взгляни на все то, что находится над тобой. Солнце, Луну, планеты, звезды, облака. Разве движение всех этих объектов не отличается слаженностью и точностью? И разве они не играют важные роли в нашей жизни на Земле? Подумай о себе самой, о том, как взаимодействуют твои органы и многочисленные удивительные системы твоего тела, чтобы обеспечить тебе жизнь и здоровье. Кто создал все эти чудеса? Кто разработал эти точные системы? Кто осуществляет контроль над всей этой огромной и сложной вселенной? Никто еще не осмелился заявить, что является творцом хоть чего-либо из этого или способен сотворить нечто, будь это даже один волосок? Поистине, есть лишь один создатель всего сотворенного, который заботится обо всем, а если бы наряду с ним существовал кто-то другой, то порядок во вселенной нарушился бы. Этим единственным создателем является истинный Аллах. Неужели они ищут иную религию помимо религии Аллаха, в то время как ему покорились все, кто на небесах и на земле, по своей воле или по принуждению, и к нему они будут возвращены? Логично будет признать эту истину и познать нашего Господа, выразить ему благодарность за благодеяние и выручить нашей жизни его мудрому руководству. Наш Творец наделил нас разумом и свободой, чтобы мы могли выбрать прямой путь. Аллах указал нам на этот путь с помощью своих посланников, последним из которых был Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, и с помощью своих писаний, последним из которых является Коран. Перед нами два пути. Один из них ведет к благополучию в этом мире и в мире ином, другой ведет к страданиям и утратам в этом мире и к вечным муках в мире ином. Выбирать нам самим. Но что же мы выберем? Да поведет нас Аллах по верному пути. Итак, если у тебя все еще возникают вопросы, зачем, для чего, почему, я вкратце повторю и отвечу. Потому что Ислам – религия единобожия. Всевышний Творец, Господь миров, единственно достоин того, чтобы Ему одному служили и поклонялись, очищая перед Ним веру от примесей многобожия. Он обладает совершенными качествами и прекраснейшими именами. Он милостливый и милосердный. Потому что Ислам является религией пророков от Адама, Мириуму, до Мухаммада. Да благословит его Аллах и приветствует. И Аллах пожелал, чтобы он был религией для всех людей. Потому что Ислам является последней из небесных религий, неспосланных человечеству, как верное руководство для того, чтобы добиться истинного счастья и спокойствия в обоих мирах. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует. Пришедший с этой миссии был последним из посланников Аллаха, а Коран – последним из неспосланных с небес посланий. Аллах Всевышний сказал, неужели они ищут иную религию помимо религии Аллаха, в то время как Ему покорили все, кто на небесах и на земле, по своей воле или по принуждению, и к Нему они будут возвращены. Продолжение следует после небольшой паузы. Иншаллах, оставайтесь с нами. Ассаляму алейкум архматуллахи баракатух, дорогие зрители. Продолжаем нашу передачу для самой счастливой на свете. Невежественные люди и средства массовой информации часто стараются показать ислам как сложную, трудную для исполнения религию, полную запретов и ограничений. Многие слышали слово «шариат», и у многих людей это слово ассоциируется с чем-то строгим, мрачным и агрессивным. На самом деле цель шариата, религиозного закона всемогущего и великого Аллаха, состоит в том, чтобы человек достиг полного счастья в обоих мирах, и поэтому он облегчает задачи рабов Аллаха, устраняя все то, что создает для них затруднения. Аллах Всевышний сказал, «Аллах желает вам облегчения и не желает вам затруднения». Также Аллах сказал, «И не сделал для вас никакого затруднения в религии». Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Поистине, религия — это легко, но если кто-нибудь начинает бороться с ней, она неизменно побеждает его. Так придерживайтесь же правильного, и приближайтесь, и радуйтесь, и обращайтесь к Аллаху за помощью утром, вечером и вник от речи с и ночи». Также посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Облегчайте, а не создавайте затруднения, разуйте людей добрыми вестями, а не внушайте отвращения к исламу». В исламе нет монашества, чрезмерности в поклонении. Все это исходит от людей, не обладающих должными познаниями в религии. Всевышний сказал, «Потом мы отправили по их следам наших посланников, и отправили Иисуса, сына Марии, и даровали ему Евангелие. Сердца тех, которые последовали за ним, мы вселили сострадание и милосердие, а монашество они выдумали сами. Мы не предписывали им этого, но они поступили так, дабы снискать довольство Аллаха, но они не соблюдали его должным образом». Передают, что Анас ибн Малик, да будет доволен им Аллах, рассказывал, что однажды к домам жен пророка, до благословитого Аллаха приветствуют, пришли трое людей, которые стали расспрашивать о том, как поклоняется Аллаху пророк, до благословитого Аллаха приветствуют. Когда им рассказали об этом, они, очевидно посчитав, что это не так уж и много, сказали, «Как далеко нам до пророка, до благословитого Аллаха приветствуют, которому прощены и прошлое прегрешение, и будущее». Потом один из них сказал, «Что касается меня, то я буду молиться каждую ночь напролет». Другой сказал, «Я стану постоянно соблюдать пост». Третий же сказал, «А я буду сторониться женщин и никогда не женюсь». А через некоторое время к ним подошел посланник Аллаха, да благословитого Аллаха приветствуют, который спросил, «Так это вы говорили то-то и то-то?» «Клянусь Аллахом, я больше вас страшусь, Аллаха, и больше вас боюсь его. Однако в некоторые дни я пощусь, а в другие не делаю этого. Я молюсь по ночам и сплю, а также заключаю браки с женщинами. А тот, кто не желает следовать моей сунне, не имеет ко мне отношения». Ислам – это образ жизни, в котором учтено все до мелочей. Это наиболее полная система руководства для человека, касающаяся всех сторон жизни, как индивидуальной, так и коллективной. Эта система обладает достаточной степенью свободы и практического применения в различных ситуациях. Это универсальное руководство для всех времен и народов. Ислам – оптимально сбалансированный подход к жизни. Он позволяет найти равновесие и избежать экстремальных проявлений во всех сферах жизни – физической и духовной, частной и общественной. Всевышний Аллах не возложил на своего раба более того, чем он сможет вынести. В этом смысле ислам является религией облегчения. В любых затруднительных для верующего ситуациях, когда он не может должным образом совершать свое поклонение, есть пути разрешенного облегчения. Всевышний Аллах сказал, «Аллах не возлагает от человека сверх его возможностей». Сообщается, что Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, сказал, «Я слышал, как посланник Аллаха, да благословит его Аллаха, приветствует». Говорил, «Избегайте того, что я запретил вам, а из того, что я вам повелел, делайте, что можете. Ибо поистине, живших до вас погубило лишь то, что они задавали множество опросов и не соглашались со своими пророками». В шариате ясно сказано, что во время Рамадана Аллах Всевышний разрешает не соблюдать пост путешественнику и больному, и разрешает путешественнику сокращать и объединять между собой молитвы, и разрешает очищаться песком, если воды нет, или в том случае, когда ее использование может причинить вред человеку. До встречи в следующей серии. До благословит вас Аллах. Ассаляму алейкум. Варахмут Аллахи. Баракат.